Большое спасибо вам, дорогой тес Павел, за то приветствие, которое вы передали от владыки Кирилла. Передайте ему нашу общую благодарность за доклад, о котором мне бы хотелось следующее сказать. Человек духовно-телесен. Только что мы поговорили, митрополит Даниил как раз особенно подчеркивал духовную сторону. Человеческой стороны вы, в общем, и, так сказать, митрополит Кирилл обратил внимание на другую сторону деятельности святителя Игнатия. На ту внешнюю сторону, которую мы можем в общей форме охарактеризовать как сторону телесную. Это также немаловажно. Особенно интересен, конечно, был тот факт, который далеко не все знают, что когда святитель Игнатий под страхом смерти посещал свою епархию. Да, было время, когда он не знал, вернется ли он или нет. Кстати, и совсем в недавнем прошлом, совсем недавнем прошлом, еще ситуация была точно такой же, и, может быть, даже и сейчас в какой-то значительной степени это еще остается. Все не так просто. Поэтому вот этот факт, который вы отметили, спасибо вам за него. Он действительно о многом говорит, говорит о личности святителя Игнатия. И спасибо за те детали и подробности, которые вы, которые митрополит, конечно, вы передали только, митрополит Кирилл отметил в своем этом докладе. Передайте ему благодарность. Спасибо и вам также большое. А сейчас мне бы хотелось все-таки предоставить слово архиепископу Максимилиану. Так, пожалуйста. Ваше высокое преосвященство, глубокое жену Алексея Ильича, дорогие друзья, такие добрые слова я от Алексея Ильича услышал, хотел бы тоже сказать в адрес доброе слово. Этот профессор учил и меня, и учил многому тому, что я потом прочитал у святителя Игнатия. Хотя святитель Игнатий лжил 150 лет назад, но мне кажется, он столь злободневен для нас, как и 150 лет назад. Почему это происходит? Чем он нам важен? Почему он злободневен? На этот вопрос мы можем найти ответ у игумена Никона Воробьева, который в одном из писем писал. Книги владыки Игнатия помогут правильно понимать и правильно исполнять евангельские заповеди. Евангелие – это ключ к пониманию святых отцов. Евангелие – это книга нашей жизни, и по ней мы будем судимы в вечности. И поэтому очень важно правильно понять Евангелие и правильно его исполнить. Почему же он злободневен для нас? Потому что он жил примерно в той же духовной атмосфере, в которой живем мы. Когда он из Вологодских лесов приехал в Санкт-Петербург, то, по словам историка Лопухина, столицу в то время волновал мистицизм, который царствовал повсюду. И его влияние падало на литературу, педагогику, живопись и архитектуру. Сам святитель Игнатий писал, в то время разнообразные религиозные идеи занимали и волновали столицу Северную. Ну и в наше время разнообразные проповедники стараются привлечь к себе. Они вещают с экранов телевизоров, из радиоприемников. Они привлекают тебя и в сеть интернет. И вот в этом множестве проповедников многие молодые люди запутываются и не знают, как найти путь к истине. И здесь тоже святитель Игнатий может нам быть прекрасным примером. Он показал, как найти этот путь. Он искал его не в человеческой мудрости, не у философов, а в премудрости Божией. Ему явилась ясная определенная мысль о том, что истинный путь спасения надо искать у тех, кто его прошел, кто достиг вечного блаженства. Его надо искать у святых отцов. Их святость, говорила эта мысль ему, ручается за их верность. Избери их в себе, руководители. Изучив творения святых отцов, юный Бринчинов понял, что только этот единственный путь ведет к истине. Все другие – ложные. «Видел ли ты кого прельщенного лжеучением?» – писал Ава Дорофей. «Погибшего от неправильного подвига. Знай, что он последовал себе, своему разуму, своим мнением, а не учение святых отцов». Что в первую очередь поразило святителя при изучении святых отцов? Их удивительное царственное согласие. Почему согласие поразило святителя? Потому что в философии каждый философ считает, что именно он нашел истину. Философов много, а истина одна. И с этого времени творения святых отцов стали для него звездой путеводительности на всю жизнь. Он писал, «Когда в осеннюю ясную ночь гляжу на чистое небо, усеянное бесчисленными звездами столь различных размеров, испускающих единый свет, тогда говорю себе, таковы писания отцов. Когда в летний день гляжу на обширное море, покрытое множеством различных судов, с их распущенными поресами, подобными белым лебединым крыльям, судов, бегущих под одним ветром к одной цели, к одной пристани, тогда говорю себе, таковы писания святых отцов». Преподобный Нилсорский, который еще при жизни в рукописях назывался «Великим старцем», это был единственный случай в истории, писал о своем главном делании на пути спасения. «Больше всего пытливо читаю я божественное писание, и им я внимаю, и тем и поучаюсь, и в том жизнь, и дыхание. Когда мне нужно что-то сделать, прежде всего я пытливо читаю божественное писание, и если не найду согласия с моим соображением о начинании дела, откладываю его». Под божественным писанием преподобный Нилсорский понимал Новый Завет, апостольские предания, творения святых отцов, древних святых отцов, и их жития. Этим принципом руководствовались его ученики-последователи, и этим была воздвигнута столь крепкая невещественная стена вокруг скита на реке Сорки, что даже реформы Екатерины II не смогли изменить строй жизни, заложенный преподобным Нилом. И мы, чтобы не ошибиться на нашем жизненном пути, должны следовать по стопам святых отцов, прилагая их бесценный опыт к своей жизни, двигаясь к Богу по тесному и трудному пути, на котором немало опасностей и хутроумных ловушек, устроенных врагом спасения. Но без книг святителя Игнатия Брянчанинова других отцов, понимая других отцов, а главное, применять их себе почти невозможно, писал игумен Никон Воробьев. Как нам подражать подвижникам и как нам следовать их святым стопам? Опять показывает пример свидетеля Игнатия. Однажды в Сергию Пистом приехала фрейлина царского двора известная красавица Нелидова и сказала настоятель, что император оказывает особые знаки внимания. Она сказала об этом придворному духовнику, который ответил, что в этом нет особого греха. Святитель же, руководствуясь советом преподобного Феософе Доси Печерского, который, укоряя князя Святослава незаконно севшего с кименем, говорил ему, нам подобает обличать и говорить то, что спасительно для души. И святитель ответил фрейлине, грех всегда остается грехом. И чем выше лицо, с которым совершается грех, тем больше ответственности и наказания за него. Нелидова уехала из обители весьма недовольна ответом настоятеля, но впоследствии она высоко оценила архимандрита и завещала похоронить себя в Сергиевой пустыне. Грех бывает сладок в агартане, то есть в присовершении, но горек во чреве, то есть приносит послицкие горькие плоды. Добродетель наоборот, требует усилий при совершении, но потом приносит благой плод. Святитель показал нам прекрасный пример борьбы с ветхим человеком. Еще в детстве в Покровском его младшие братья любили бегать в запуски и бороться. И старший брат подбадривал слабейшего «Не поддавайся, защищайся». Это было главным принципом всей его подвиженческой жизни. Почему? Потому что противник наш дьявол, писал апостол Петр, ходит, как рыкующий лев, ища, кого поглотить. Говорят, когда лед выходит на охоту, он оглашает саванну грозным рыком, тем самым предупреждая всех зверей об опасности. А наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Дьявол постоянно ведет с нами борьбу, но тихо и незаметно для нас. Это делает нашу брань еще более опасной. Страшен, опасен волк или медведь, но их видно, и можно что-то сделать. Еще опаснее змея, которую в траве не заметить, но еще страшнее бесы. Они ведут войну с людьми более 7 тысяч лет, ведут ее с сатанинской злобой, демонской хитростью, дьявольским коварством и адским искусством. Эта брань ужасна, так как результатом ее будет или вечная погибель, или вечное спасение. Преподобный Антоний Великий однажды увидел великое множество различных сетей и хитроумных ловушек врага, расставленных на пути ищущих Бога. Был поражен и савдохом сказал, кто же может избегнуть их? И услышал голос, к смирению они дажды не прикасаются. Смирение это наше главное оружие на врага, которым побеждаются все бесовские искушения. Гордость главная черта дьявола. За гордость высший ангел стал сатаной. Люди через гордость уподавливаются дьяволу. Недаром сказано, Бог гордым противится. Не кто-то сам, а сам Христос призывает нас научиться от него смирению и кротости. Без смирения все наши труды и подвиги не только неполезны, но даже вредны, так как растят гордость и губят человека. Преподобный Иоанн Пророк сказал, «Истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что». Смирение рождает отсечение своей воли, поэтому с первого дня вступления в монастырь юный Дмитрий Бринчининов предал себя во всецелое послушание преподобному Льву Оптинскому, который вел его суровым путем отсечения своей воли. Статский советник Николай Акимович Барков рассказывал, «Батюшка Леонид в схеме лев благословил пожаловать ко мне грешному. На дворе была метель и вьюга. За хлопотами о самоварщике я совсем позабыл о том, что батюшка не один приехал. Я просил у него благословения пригласить и возниться у него на чашку чая. Вошел послушник. Да такой молоденький и красивый и смиренно поместился у самого порога. Прозяб дворянчик, сказал батюшка с улыбкой относясь к нему. «Ты знаешь, кто это такой?» спросил он, обращаясь ко мне. «Это Бринчининов». Я низко поклонился ему и подумал про себя. Господи Боже мой, в таком возрасте, при таких достоинствах и такое смирение. Чем больше возрастал духовный святитель, тем более суровые искушения попускал ему Господь. В 27 лет он по воле императора был переведен в северную столицу и при личной встрече Николай I сказал архимандриту Игнатию. «Ты мне нравишься, как и прежде. Ты у меня в долгу за воспитание, которое я тебе дал. Уплоти мне долг свой. Я даю тебе Сергию пустынь. Хочу, чтобы ты сделал из нее монастырь, который был бы образцом монастырей». А пустынь, по словам первого биографа святителя Скачинского, дошла до крайнего разорения и решительного безобразия. Несмотря на столь доброе отношение императора к настоятелю, сыны мира сего встретили его враждебно. Вот как писал об этом Скачинский. «Едва ли чье ли имя столь поносимо было повсюду, как имя архимандрита Игнатия Бринкчанинова. Тонкое и деликатное обращение с людьми всех званий и сословий, всех полов и возрастов, умение держать себя среди законодателей, поклонников и поклонниц светской суеты, высокое всестороннее образование, даже знание иностранных языков, все это обращалось в оружие клеветы и злоречия, все вменялось ему в порог и преступления. Клевета это, наверное, один из самых тяжелых искушений. Мудрый Грибоедов сказал, ах, злые языки, страшнее пистолета. Царь и пророк Вдовик взывал к Богу, избавимя от клеветы человеческие. Клевета это сильная рана для души. Сам Иисус Христос назвал достойным удивления и блаженства тех, которые переносят поношение и злословие. Блажение есть, и когда поносят вас и рекутся зол на вылжущей минираде. Мужественный настоятель перенес это тяжелое искушение. Когда было совсем невмоготон удалялся в келью, опускал тяжелые шторы и в полумраке предавался молитве и плачу, пока ее сердце не заряло миром и покоем. Преподобный Максим Исповедник писал, «Когда демоны увидят, что мы презираем вещи мира сего, не желая за них ненавидеть людей и отпасть от любви, тогда воздвигают на нас клеветы, дабы мы, не перенося огорчений, возненавидели клеветников». Так часто бывает в нашей жизни, но не такого был настоятель. плодами его затвор и плача было посещение свыше, и в душе его водворялась неземная радость. Эта радость затмевала все земные скорби врага, и враги становились для него как друзья. Вот как он сам писал об этом. «Негопсиепримно приняла меня Сергиева пустынь, здесь поднялась и зашипела зависть, злоречья клевета, здесь я увидел врагов, дышащих непримирою, злобою и жаждущих погибели могей, здесь милосердный Господь сподобил меня познать невыразимые словом радость и мир души, здесь сподобил он меня вкусить духовную любовь и сладость в то время как я встречал врага моего искавшего головы моей и соделалось лице этого врага в глазах моих как лице светлого ангела». Почти всем нам приходится переживать подобные искушения. Но все ли мы поступаем как святитель? Он подает нам прекрасный пример, как переносить обиду и клевету эти горькие лекарства, которые Господь посылает нам для пользы нашей души. Все ли мы подобно благоразумному разбойнику осознаем, что достойное по делам нашим прянили? Люди, обижающие нас, по большей части являются слепыми орудиями в руках Божьих. Например, вавилонский царь Новоходоносор, который разрушил Иерусалим, сравняв его с землей, отвел евреев в вавилонский плен и многих убил, ограбил храм Божий в Иерусалиме, разрушил его, в Библии назван ни больше, ни меньше, как рабом Божиим. Раб исполняет волю своего господина, значит, и царь вавилонский исполнил волю Божию, значит, и наши обидчики исполняют волю Божию. К сожалению, мы далеко не всегда осознаем это, и часто вместе с неразумным разбойником, ропщим на Бога, теряя награду и пользу душевную от этого искушения. Творение святителя Игнатия ценное еще тем, что это не плод размышления богослова-теоретика, а плод трудов и подвигов аскета, добытываем кровью и потом в тяжелой духовной брани. Магистр богословия, известный протеерей Василий Нордов, назвал святителя Игнатия доктором богословия не именем, но вещью, так как все его творения написаны из личного опыта. Слово, сказанное из личного опыта, подобно полновесному зерну, которое приносит обильный плод. Слово без личного опыта, подобно шелухе без зерна, из которого никогда не вырастет колост и не даст плода. Преподобный в Арсенофии Оптинский писал, слово епископа Игнатия властно действует на душу, ибо исходит из опыта. Опыт приобретается со временем. Святитель труды своей редактировал уже в конце своей жизни, имея бесценный духовный и жизненный опыт. И это делает труды особенно ценными и полезными. Недаром преподобный Варсенофий Великий писал, «Юнный юнному не принесет пользы, если и силу всего Писания подаст ему вместо питья». Кроме опыта духовного, святитель сподобился помазании Святого Духа. Он писал, «Бывали в жизни мои минуты или во время тяжких скорбей, или после продолжительного безмолвия, безмолвия, в которой появлялось в сердце моем слово. Это слово было не мое. Оно утешало меня, наставляло, исполняло нетленные радости, потом отходило. Случалось, записывал мысли, которые так ярко светили в эти блаженные минуты. Читаю после, читаю не свое. Читаю слово из какой-то высшей сферы, нисходившееся и оставляющее наставление. Неудивительно поэтому слова, сказанные в Арсенофе Оптинским о трудах святителя Игнатия. Когда я читаю его сочетение, я удивляюсь прямо ангельскому уму, дивно глубокому разумению священного Писания. Его творения были по достоинству оценены многими подвижниками. Приведу только некоторые из них. Макарь Оптинский писал, это был великий ум. Преподобный Никон Оптинский сочинение преосвященного Игнатия необходимы, а не так сказать азбука духовной жизни. Без овладения Абзбукой невозможно освоить другие предметы и науки. Это дверь, ведущая в науку из наук. Игумен Никон Воробьев, как я благодарен ему за его писание. Не понять, не оценить его, значит ничего не понимать в духовной жизни. Он пишет о самом нужном, о покаянии, которое есть единственная дверь ко всему доброму. И если мы приложим усилия и отворим эту дверь, следуя советам святителя Игнатия, то откроется прекрасная дорога, ведущая нас в дивную землю обетованную, кипящую духовным медом и млеком. Хотелось бы пожелать, чтобы творение святителя Игнатия, добытое им в упорной жестокой брани луком и мечом не залеживалось на полках в книжных магазинах, не пылились по домам в шкафах, а читались. Читались не только глазами, но и жизнью, наполняя умы и сердца бесценным опытом сей мир и согласие. А где мир, там Бог, ибо наш Бог, Бог мира и согласия. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Господи, Владыка, за Ваш еще один доклад, который так же, как и мы уже имели возможность слышать, касается именно внутренней стороны нашей жизни, так часто скрываемой где-то во глубинах нашего подсознания. Особенно спасибо, что Вы обратили внимание на ту мысль, которая очень важна. Дело в том, ведь, что, когда даже бывают великие люди, бывают и великие святые, но если не находятся у них преемников, то это величие так и засыпает и умирает в сознании их потомков. В данном случае Вы неоднократно обратились к имени Игумена Никона Воробьева, который, хотя жил через сто лет после Игнатия Воренчанинова, но тем не менее явился действительным, настоящим его учеником, который, если хотите, переложил творение святителя Игнатия, я говорю об аскетической стороне его творений, переложил уже на наш современный язык, которым мы говорим, которым мы мыслим, который мы читаем. Это великое знамение того, что действительно святитель Игнатий еще жив. Действительно, дай Бог, чтобы эта жизнь его продолжалась, и будем надеяться на это. Архимандрит Алексий, наместник свято-данилово монастыря. Просим его! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что я могу сказать нового? Нового, видимо, ничего, а скажу вот о том, что у меня в руках находится книга. Книга – это сочинение святителя Игнатия «Приношение современного монашества», пятый том. Но она интересна тем, что эта книга из музея Данилова монастыря, она принесена в дар обители в 1987 году Ольга Николаевна Вышеславцева Иннокенемария. Эта книга была в руках у преподобного Никона Исповедника Оптинского, когда он находился в заключении в Козейской тюрьме. И вот он попросил, чтобы эту книгу «Приношение современного монашества» принесли ему духовные дети, и он, читая ее, делал пометки, карандашные пометки, есть вклейки бумажные, на которых он писал свои мысли. И вот каждая страница этой книги, она испрещена, испрещлена его мыслями, его мнениями, духовными мнениями, потому что уже мысли святых людей для нас, они становятся высоки и значимы. Естественно, что отец Никон, не знаю, надо ли говорить о нем, я думаю, что все знакомые знают о нем, да, как об отецком подвижнике, как близком, ближайшем ученике преподобного старца Варсонофии Оптинского. Он вел дневник, и вот в этом своем дневнике он делал замечание, он делал пометки, говорил о том, что он спрашивал у старца, как нужно относиться к святителю Игнатию, и как мы уже слышали сегодня, преподобный Варсонофий говорил, что, пожалуй, даже глубже святителя Феофана, он говорил, за письма, за сочинение святителя Игнатия. И вот перед отправкой уже на Колыму, на север виноват, на север вместо ссылки он передал эту книгу, уже прочтенную им отцом Никоном, своим духовным детям, и так вот мы имеем ее теперь и имеем мысли святых людей, святителя Игнатия и преподобного Никона-исповедника. Мы знаем, что приношение современного монашества это как бы завещание, как говорил сам святитель Игнатий, современного монашества современным христианам. Здесь поднимается вопрос наставники, которые есть, которые были, которых, как часто мы говорим, что сейчас их уже нет старцев. Но есть христиане, есть христианство, есть монастыри. Монастыри без святыни, я думаю, что они не могут быть монастырями. Значит, есть люди, которые стараются спасаться, это и иноки, это и миряне, которые подчас нам являют пример, являются упреком в наш адрес, что мы подвязаемся недостаточно. И вот святитель Игнатий говорит, что христианину нужно иметь опыт чтения святых отцов о жительстве и послушании старцу, о жительстве по совету. Но тогда, когда ученик жил со старцем и беспрекословно исполнял все его советы, время это ушло безвозвратно, да, нет теперь такого. Жительство по совету, когда мы спрашиваем совета, и когда мы его исполняем спасительно, а когда мы спрашиваем и не исполняем, тогда, что, это будет нашим осуждением. И вот так, что здесь встает вопрос, почему же святитель Игнатий писал, вот так кажется, так темно и мрачно иногда, нет спасения, нет, он говорил, что спасение есть, но нужно подвязаться, имея, положим, духовника, мы должны его слушать, но духовник может быть столб, да, который указывает нам путь, но если мы придем к этому столбу и не будем сами двигаться, то как вот по мысли преподобного Никона Оптинского он говорил своим духовным детям, то около этого столба можно изгнить. И вот так, для того, чтобы мы двигались вперед, мы должны советоваться с добродетельными, говорит святитель Игнатий. И вот преподобный Никон, делая замечания в этой книге в приношении современного монашества, подчеркивал, ставил крестик, подчас красной чертой проводил, насколько это актуально и насколько для нас это нужно. И спросив на все богословение, если он говорил о иноках, настоятеля, то здесь говорится, есть внешнее послушание, которое нужно исполнять беспрекословно, есть внутреннее, когда мы живем и растем по Евангелию, когда мы растем по святым отцам. Спасение есть во многих советах, сказано, но не со многими. И поэтому вот наш опыт говорит, каждого, я думаю, христианина говорит о том, насколько ему нужен руководитель, насколько он живет по Богу, насколько живет по Евангелию. святые отцы говорят и для руководителей, они говорят, что без вопрошения давать советы не следует. Преподобному Иосифу Оптинскому пришел ученик, и однажды, общаясь с ним, он сказал, батюшка, вы ответили на мои вопросы, но вы так много знаете, вы могли бы еще что-то сказать. А преподобный сказал, что есть вопрошение, есть ответ, а без вопрошения это не имеет цены. И вот здесь как раз мы имеем святителя Игнатия, который говорит, что святые отцы исполнили в жизни Евангелие. И теперь каждого из нас он призывает следовать этим путем. Мы видим, что в трудные, сложные времена, когда человек лишался физической свободы, он обретал нравственную свободу. Вот пример преподобного Никона. Когда он, находясь в камере, он заботился не только о своем спасении, он эти пометки делал. Получается, что для нас с вами, да? Святитель Игнатий жив, святитель Игнатий будем надеяться, будет молиться за нас, если мы здесь пребываем, то мы обращаемся к нему с молитвой. И вот на этом я хотел бы и закончить, потому что мое многословие, я боюсь, что оно принесет не пользу, а наоборот обоюдное, может быть, вред какой-то нам всем. Просим святых молитв. Спасибо, Господи, отец Алексей, вы просто блестяще, как Юлий Цезарь. Вы не в виде виццы. Пришел, увидел, победил. Что еще лучше? Не правда ли? Но каждому свое. Затронута очень важная тема для нашего времени духовник, послушание, совет. Действительно, тема очень важная, очень насущная, поскольку сейчас мы подчас избираем духовника, кого угодно. Понравился, по головке гладит, он уже и хороший. Смотрим не на мудрость советов, не на цель спасения, а совершенно на другие источники. Да, одно дело дисциплина, как правильно сказал отец Алексея, одно дело, внешнее послушание, то есть дисциплина, которая нужна всюду, всюду. В монастырях также нужна, как нужна и в мирской жизни. Другое дело, то внутреннее послушание, о котором говорили отцы, аскетическое, которое касающееся уже совсем другого уровня. Этот уровень, как известно, когда он был, когда старец жил всего один-два ученика, и когда ученик действительно полностью отдавался старцу, полный беспрекословный. Вот оно было действительно послушание. Теперь жительство по совету. Вот насчет совета, действительно, владыка святителя Игнатий, он хорошо говорил, совет нужно принимать, но и опять тоже с рассмотрением. Конечно, что такое с рассмотрением, как может рассматривать человек, который ничего не знает, как он будет рассматривать. Это действительно вопрос, но я думаю, что если духовник, то есть тот человек, который избрал духовники, разумный, который дает литературу важную и ценную своему, так сказать, будем говорить, чаду, то чадо начнет понимать, как нужно относиться к советам. Это совет, а не беспрекословное послушание. Ну что же, спасибо, спасибо за это. Очень хорошее, хорошее наставление. Ну, а теперь, теперь мы попросим сейчас передать приветствие от митрополита Ярославского и ростовского Пантелеймона Игумена Бориса, проректора Ярославской духовной семинарии. Ваше высокопреосвященство, многоуважаемый Алексей Ильич, уважаемые участники эфирицы, позвольте передать вам слова приветствия митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеймона. Уважаемые участники конференции, конференция, ныне проходящая в этом прекрасном зале церковных соборов храма Христа Спасителя, посвящена святителю Игнатию Бринчанину и памятной дате 150-летию со дня его представления ко Господу совершившиеся на Ярославской земле в тихой монашеской обители. В Русской Православной Церкви за многовую историю подвязалось множество святых и подвижников благочестия, среди которых особое место по праву принадлежит святителю Игнатию Бринчанину. Со времени его блаженной кончины о нем сказано и написано немало, но интерес к его личности, духовному опыту, литературному наследию все более и более возрастает, о чем свидетельствует и данная конференция. Наша конференция проходит в особый год, это год столетия русской революции, уроки которой во многом еще предстоит осознать. Святитель Игнатий, осмысляя современную его действительность, видел общую безнравственность и предупреждал о грядущей для России катастрофе. А для Российской империи XIX века, в котором суждено было родиться и жить святителю Игнатию, был знаком и во многом роковым. В первую очередь необходимо отметить трагическую обособленность высшего общества от церкви. Для дворянства авторитет церкви был подорван в силу ряда причин, а православное духовенство практически утратило влияние на образованную часть общества. Дворянство в своих религиозных исканиях обретало светскую святость и провалы с отеческой церковной традицией. Писатели и поэты становились пророками и провидцами, они своими творениями волновали чувства, горячили умы и сердца, мистицизм и различные западные философские учения пленяли своих адептов и увлекали их словно евангельского блудного сына на страну долечия. В свете вышесказанного отставка военного инженера Дмитрия Брянчанинова и его желание стать монахом было делано совершенно необычным. Поступок молодого офицера, необойденного монашей милости и внимания высшего света стал вызовом, вызовом и идеалом блестящего общества. Он, представитель древнего тварянского рода, предпочитает военной карьере, службу Богу и его церкви, искание высшего смысла жизни, следование заветам святых отцов, умное делание, покаяние, отречение от своего «я» вот что влечет душу Дмитрия. Какой разительный контраст с устремлением тогдашнего дворянства. Проведем интересную параллель. В монашеском постриге послушник Дмитрий был назван в честь священномученика Игнатия Богоносца. В этом усматривается и своя особая таинственная сторона. Служение тех подающихся архипасторей проходило накануне грозных событий. Во время Игнатия Богоносца это гонение на христиан и кризис римского государства. А во время святителя Игнатия развитие революционных идей, приведших к русской катастрофе XX века, в которой подверглись страшным гонениям церковь и рухнула Российская империя. Будучи современником развития негативных тенденций в обществе, святитель Игнатий не был сторонним наблюдателем. Его духовный опыт, опыт пастырской деятельности, чрезвычайно талантливого, выраженным на страницах произведений, в которых простым, ясным и доступным языком открывается ищущему спасение человеку истинная красота православия. Прозревая грозные испытания церкви и государства, святитель Игнатий предлагал обществу путь возвращения из страны далече в отчий дом. Его видение проблемы и пути ее разрешения актуальны сегодня. Прежде всего, это доверие ко Христу и основанное им церковь. Обрести истинного Бога возможно только в церкви. Святые отцы опытным путем доказали непреложную истину. Без церкви нет спасения. Психологические приемы, различные тренинги не могут упорочевать пораженные грехом и людские души. Морализаторство различных пастрей, как бы хорошо оно ни было и каким бы они неправдимыми были их слова, не может привести к Богу. Святитель Игнатий как хороший диагноз с поразительной точностью выявил ключевые симптомы духовных недугов общества. Он предлагает устраниться от пустой мечтательности и фантазии в духовном делании. Считает, что следование священного писания и творения отцов поможет искреннему верующему человеку прийти к источнику всех благ Богу. Он восклицает «Велик Бог наш! Страшное дело падения человека, великое дело искупления человека Богом. Необходимо изучить основательно все это и по правильному понятию о Боге, о себе направить земное странствование, чтобы не погибнуть навеки». Он пишет, что церковь является пристанищем истины. И сегодня, когда мы видим нападки на церковь, в хулу на ее священнослужителя еще раз убеждаемся в правоте его понимания духовной немощи человека, который один на один не может выставить против напора враждебных духовных сил. Церковь хранит предания и только в ее ограде, прибегая к спасительным таинствам, человек может обрести спасение. С точки зрения святителя Игнатия, таинство является необходимым и обязательным условием для нормальной религиозной жизни. Он вдохновенно говорит о церковных таинствах, особенно о таинстве покаяния и святой Евхаристии. Одним из ключевых процессов в XIX веке, вроде как, можно сказать, наверное, сегодня, становится отход дворянства, то есть самого элитарного слоя, от идеала служения Богу и Отечеству, принципов преданности и верности чести. По мнению святителя, европейское образование, которое в большинстве своем имели русские дворяне, не дает человеку правильной ориентины, потому что в основе ее лежит материальная составляющая. Он с горящей констатирует, что для современного человека деньги становятся Богом, а житейские выгоды преобладают над моральными сокровищами. Кроме того, в светском обществе происходили негативные изменения в семейных отношениях, а ведь именно семья, как малая церковь, должна строиться на жертвам служения друг к другу, из которого вырастает и любовь. Уже тогда святитель отмечал, что каждый ищет своего. Кризис семейных и общественных отношений неизбежно влияет на состояние государства. Религиозные недуги человечества всегда отражаются на внешнем быте его. Свидетель этого вся история считает святитель. Все вышесказанное подтверждает и современная действительность. Те же духовные недуги и болезни, которые, как и в XIX веке, приводят к упадку духовности, нравственности, семейных ценностей и патриотизма. Труды святителей, его учения и взгляды содержат в себе выход из нравственного кризиса. Они актуальны и востребованы в наше время и могут послужить для пользы церкви, общества и государства. Спасибо за внимание. Спасибо, Господи, Отец Борис. Вы просто блестяще представили приветствие своего митрополита и хорошо подметили... Ну, что значит подметили? Сделали ударение на одном важнейшем, кажется, положении, которое касается учений святителя Игнатия о покаянии. И при этом что такое? Есть таинство покаяния, то есть то священное действие, которое совершается человеком перед лицом священника, священнослужителя. И есть покаяние. Это действительно, хотя, кажется, связано неразрывными чертами, но совсем разные вещи. Действительно, святитель Игнатий призывал к покаянию как таковому, вот, но, но! Когда это требуется, и это даже тоже необходимо, в наиболее важных, так сказать, вещах, требовалось и покаяние, то есть откровение своей души перед священнослужителем. Это разные вещи. Перед священнослужителем это бывает достаточно редко. Покаяние же требует непрерывного делания от каждого христианина. Спасибо вам большое! Вот. Но сейчас я бы всё-таки предложил бы выступить Матушке Софии, Игумене Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге. Ваше Высокое Преосвященство, Всечестные Отцы, Дорогой Алексей Ильич, братья и сёстры, Матушка Игумене, позвольте представить доклад на ваше, так сказать, усмотрение проекта положения у монастырях и монашествующих в свете трудов святителя Игнатия Бринчанинова актуальные вопросы. Сегодняшняя наша аудитория по составу, она, вероятно, не очень располагает с одной стороны к этой теме, потому что монашествующих не очень много находится в зале. Но, тем не менее, я подумала, что те вопросы и даже, я бы сказала, те вызовы времени, которые ставят перед монашеством, перед монастырями сегодняшний мир, они очень актуальны для людей, живущих в миру. Я думаю, что многие из присутствующих здесь хотя бы раз побывали в паломничестве, кто-то, может быть, проводит отпуск в трудничестве, а кто-то черпает зачастую из замутненного источника полного духа осуждения неправедные суды, неправедные суждения о монашеской жизни. И поэтому, я думаю, что некоторые вопросы, они так или иначе уже вынесены на публичное какое-то суждение не только в монашеской среде. Поэтому, думаю, что часть некоторых вопросов, поднятых в этом докладе, будет интересна всем присутствующим. Святитель Игнатий, его поучение и творение представляют колоссальное наследие, которое сравнимо с великими отцами церкви. Его творения питают поколения людей сегодня. Святитель Игнатий известен нам не только как духовный писатель, но и как строгий блюститель отеческих преданий, добрый пастырь, епископ, мудро послушающий свою паству. И для монашествующих он стал действительно непревзойденным образцом для подражания на поприще духовной монашеской жизни. Будучи настоятелем Свято-Троицы Сергиевой пустыни под Петербургом, архимандрит Игнатий, а он был там настоятелем 23 года, архимандрит Игнатий был активно вовлечен в процесс устроения монашеской жизни не только в родной обители, но и в других монастырях епархии. В частности, он был благочином и нашего монастыря, причем с основательницей первой игумени нашего монастыря он состоял в дружеских отношениях, будучи еще послушником, когда они окормлялись вместе у известного старца Феофана Соколова и Новоизерского еще в Вологодской губернии и уже став благочином монастырей, известно, по крайней мере, на сегодняшний день одно письмо к матушке Феофане, которое очень ценно в плане советов для игуменов и игуменей, как окормлять братство. Будучий святитель с предстоящей ему ревностью стремился упорядочить и наладить жизнь в обителях, находившихся под его попечением, а также способствовал расцвету духовной жизни древнего Валаамского монастыря. Принятые им административные решения, данные им духовные советы и вещания оказались настолько плодотворными, что весь осветитель растеклась во все уголки России. Свидетельствуем тому колоссальное пистолярное наследие святого, где значительную часть составляют письма монашествующим, архимандритам, игуменам, игуменьям, тем, по чьей попечению были верены братство и сестричество, кому приходилось порой принимать очень сложные духовные и административные решения. Смиренное сознание глубины монашеского креста и непреложная поконность воли Божией, добровольное мученичество, так понимал монашеское служение духоносной владыкой Игнатией. За сравнительно небольшое время ему удалось полностью перестроить родной обитель, ее храмы, корпуса, завести сельское хозяйство, упорядочить богослужения, создать прекрасный хор, создать плеяду духовно образованных монахов, ставших впоследствии настоятелями монастырей. В свои 27 лет он совмещал должности настоятеля и духовника братья и обладал даром принятия помыслов. Лично святитель Игнатия и его духовное наследие очень актуальны сегодня, когда монашество принимает, подобно 19-му столетию, новые вызовы времени, связанные с восстановлением и возрождением монашеской жизни после продолжительного периода безбожия и неверия. Оправдайте свое избрание обновлением и устроением монастыря, и Москва не сразу устроилась. Так утешал Игуменов святитель Игнатий, зная на собственном опыте, как разоренные монастыри поправлять. В связи с возрождением монастырей, открытием новых обителей и связанных с этим естественным образом проблем при заведении межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, было дано поручение комиссии по вопросам организации монастырской жизни и монашества разработать проект положения о монастырях и монашествующих. Итогом деятельности комиссии явилось рассмотрение данного документа в январе 2017 года, то есть совсем недавно. Члены межсоборного присутствия внесли существенные подправки в представленный проект, который максимально точно выражает святоотеческий опыт монашеской жизни, применительно к реалиям современной жизни. Наряду с древними отцами и основоположниками общежительного устроения монастырей, особое внимание положение уделяет наставлениям святителя Игнатия. В положении содержится 10 пространных цитат из творения святителя, поскольку его учение у монашеской жизни является выражением учения святых отцов в православной церкви о монашеском подвиге. Отметим наиболее важные моменты этого положения в свете творений святителя Игнатия. Монашество по своей сути. Святитель Игнатий был глубоко убежден, что монашество есть установление Божие, отнюдь нечеловеческое, и возводит его ко временам святых апостолов. Условием монашеского выбора является призвание и ответная любовь человека к Богу, а цель монашеской жизни полное единение со Христом путем оставления всего для исполнения заповедей о всецелой любви к Богу и ближним. Проект положения указывает, что труд монаха состоит в борьбе с греховными помыслами, чувствами и желаниями ради достижения бесстрастия и душевной чистоты. Епархиальная архиерея и синодальный отдел по монастырям и монашеству. В соответствии с правилами Вселенских и поместных соборов монастыри находятся в ведении епархиального архиерея, который по определению устава Русской Церкви имеет высшее начальственное наблюдение за входящими в его епархию монастырями. Епископ показывает духовное попечение о том или ином монастыре своей епархии. Он призван наблюдать, сохраняется ли в монастыре канонический и литургический порядок, хранят ли монахи верность святоотеческому учению, не уклоняются ли от чистоты православия. Цитата из проекта «Положение монастыря». Подчинение монастыря епископа защищает монастырь от всякого рода церковного эгоцентризма, изоляции и самодовольства. Через епископа монастырь имеет отношение и связь со всеми епархиями, со своей церковью. Архипастер, являясь истинным отцом для монашествующих, является единственным лицом, который в Духе Святом может принимать решение по существенным вопросам монашеской жизни. Святитель Игнатий считал, что некоторые стороны монашеской жизни не могут быть предметом рассмотрения консистории. Я бы добавила еще один аспект, учитывающий современные тенденции. Во времена Святителя Игнатия, конечно, не было такого явления, как интернет, но были, скажем, средства массовой информации, доступные во времени. И Святитель Игнатий, например, он писал, когда строгий устав ламской обители был опубликован, он пишет, что братья потеряли половину мзды своей из-за того, что их строгий подвиг стал известен. Но есть и другой, я бы сказала другой момент, что некоторые стороны монашеской жизни, неизвестные людям, живущим миру, в силу того, что они не несут такого подвига, становятся предметом обсуждения зачастую поверхностных суждений, что и приводит к тем, последствиям, которыми иногда мы становимся свидетелями. Исследовав проблемы Валаамского монастыря в 1838 году, помимо официального рапорта в Синод, святитель тогда архимандрит Игнатий направил отдельное письмо митрополиту Серафиму с замечаниями и мыслями о монастырской жизни, как он писал, кои подлежат единственному взору архипасторя. Святитель ясно осознавал, что проблемы монашеской жизни должны решаться внутри монашеской семьи. Этому вполне соответствует создание в Русской Православной Церкви Синодального отдела по монастырям и монашеству, деятельность которого предусмотрена проектом положения в монастырях и монашестве. В частности, положение предусматривает данный орган как орган исполнительной власти Святейшего Патриарха и Священного Синода в вопросах, касающихся монастырей и монашества. Синодальный отдел представлен настоятелями и настоятельницами действующих в монастыре Русской Православной Церкви, которым не понаслышке знакомы проблемы и трудности возрождения монашеской жизни в нашей Церкви. За несколько последних лет Синодальный отдел проводил и проводит колоссальную работу, оказывающую реальную помощь Святейшему Патриарху, Епархиальным Архиереям и самим монастырям. Святитель Игнатий призывал епископов проявлять особую заботу о монашестве. В одном из писем к Преосвященному Леониду Краснопевкову владыка Игнатий прямо выражает благодарность своему собрату за внимание к монахам. «Спаси вас, Господи, за вашу любовь к монашеству!» Многие ныне жалуются на него – это в XIX веке, но и в наше время многие жалуются на него – видя и отыскивая в нем разные недостатки. Но монашество – барометр, который стоя в уединенной комнате со всех сторон замкнутой, с точностью показывает состояние погоды на улице. Старые здания должны исправлять с большой осмотрительностью и знанием дела, иначе исправление может превратиться в разрушение. Это наставление актуальное сегодня. Святитель Игнатий призывает духовной трезвости и осмотрительности в исправлении неизбежных в процессе возрождения монастырей недочетов и недостатков. Во время своего настоятельства ему так и не удалось встретить добрую пастырскую заботу епархиального начальства. Однако в этом святитель видел свой крест, и внешние трудности лишь подвигали монаха проникать в тайны божественного промысла. Пройдя горнило испытаний, святитель не потерял любовь к монашеству. Оказавшись на кафедре, он продолжал изливать любовь на монастыри своей епархии, стремился перевивать любовь своим собратьям епископа. Общежитие, киновия, отшельничество и затворничество решительно невозможно в условиях нашего времени, утверждал святитель Игнатий. Справедливости ради стоит сказать, что сам владыка питал особую любовь к подобной жизни, о чем писал настоятель Валаамского монастыря и даже предполагал удалиться в один из скитов либо оптиной пустыни, либо Валаамского монастыря. Адресат, которым он написал Игумен Дамаскин тоже имел опыт отшельнической и скитской жизни на Валааме. Однако святитель был уверен в необходимости новоначальному пройти поприще общежитивного монастыря. Начало цитаты. Общее правило заключается в том, что инок должен сперва обучиться деланию заповедей в обществе человеческом, в котором дело недушевное сопряжено с делом телесным, а потом уже достигший достаточного преуспеяния заняться душевным деланием в безмолвии, если окажется к таковому способен. Способен к безмолвию редкий, новоначальный никак не может внести этого душевного делания. Общежитие, согласно проекту положения монастыря, представляет собой добровольно собравшуюся общину монашествующих, объединенных евангельской любовью, молитвой и послушанием Игумену. Такой образ жизни призвал воспроизводить первохристианскую общину, где верующие жили одним сердцем и имели все общее. Кеновея – самая распространенная форма монашеского жительства, содействующая монашескому преуспеянию в отсечении собственной воли, жительстве в единении с ними, свободе от житейских попечений. В этом святитель Игнатий усматривал основания аскетической науки. В вопросе ошельнической жизни проект положения о монастырях монашеств напрямую соотносится с позицией владыки Игнатия. Цитата из проекта положения. «Монах, прошедший искусство в общежительном монастыре, стяжавший необходимый духовный опыт и желающий больше воединения для исполнения сугубых подвигов, может получить благословение духовного собора во главе с Игуменом на жительство на некотором отдалении от прочей братья». Помимо опасности, связанных с традиционными видами затворничества, таковое может представлять совершенно новое явление, пропагандируемое на некоторых либеральных и раскольнических информационных ресурсах. Монашество и затворничество в городских квартирах и вообще вне всякой связи с монастырями, епархиальными архиереями, как бы такое домашнее монашество. Последние поставляют себя не только традиционным формам монашеского общежития, которое подчас именуется тоталитарными сообществами, но и канонической русской православной церкви. В основе подобной позиции лежит грех гордыни и непослушание матери церкви. Действительно, святитель Игнатий писал, что в его время можно было встретить монаха во фраке. Однако современные представители вышеупомянутого явления далеки от тех мотивов и идеалов, которыми руководствовался святитель. Эти лица не только не следуют принципам монашеской жизни, но и с особым рвением отстаивают позицию невозможности спасения в современных монастырях. Ответом на данную позицию могут быть следующие слова святителя. Если это обитель, в которой вы живете, дает вам возможность проводить жизнь по евангельским заповедям, если вы не излагаетесь соблазнами в смертные грехи, то не оставляйте обители, потерпите великодушные недостатки и духовные, и вещественные. Не вздумайте в сую искать поприще подвигов, недарованного Богом нашему времени. Конец цитаты. Внутреннее управление монастырем. В аскетических опытах святитель Игнатий выделяет внутреннюю структуру монастыря. Я не буду подробно зачитывать. Она хорошо известна монашествующим. Я думаю, что и миряне, приходящие в монастыре, известны некоторые структуры. Это настоятель, наместник, казначей, благочинный, ризничий, духовники. Подобное наличие таких послушаний предусматривает и современное положение о монастырях и монашествах. Предусматривает проект, надо сказать, что в трудах святителя Игнатия, в частности, в инструкции, которую он и в аскетических опытах, и в инструкции, которые он оставлял для своего братства, не фигурирует такая должность, как духовник отдельно. Отдельно в современном положении о монастырях и монашествии должность духовника указана. Предусматривает проект положения также существования в монастыре духовного собора, состоящего из числа старших братьев под руководством Игумена. Собор созывается Игуменом для рассмотрения важнейших дел монастырской жизни. Решения собора утверждаются Игуменом, а в случае предусмотренных уставом правящим архиереем. Святитель Игнатий проручал собору или совету старшей братьи, как он называл, преимущественно решение хозяйственных вопросов, оставляя за собой право и обязанности в вопросах, связанных с духовной жизнью братства. Игумен отец и наставник монастырского братства. Положение о монастырях предписывает главной задачей Игумена духовно окормлять насильников. Игумен как отец воспитывает братьев словом и примером собственной жизнью. Будучи настоятелем Сергиевой пустыни, силой собственного стремления к высоким идеалам, святитель Игнатий производил могущественное влияние на иноков, пришедших искать иноческого жития под его руководством. Многостороннюю опытность, глубокая проницательность делали его искусным пастыреначальником своих словесных овец. Сегодня в противовес принимаемому документу, то есть положению в монастырях, порой звучат идеи о недопустимости или невозможности духовного окормления Игуменом своих братьев в силу различных причин. Так, эта мысль, например, подкрепляется тезисом о полной свободе брата и сестры в выборе своего духовного наставника, пусть даже за пределами родного монастыря. Предписание же иметь духовное общение с Игуменом порой расценивается так же, как проявление тоталитаризма. Иным образом видел окормление братья и святителя Игнатия. Юных иноков он призывал смело открывать свои помыслы, ибо трудно новоначальному разобраться в собственных страстях. Исповедание помыслов крайне полезно монаху в том случае, если выслушивающий помыслы сам обладает мудростью и опытом. Цитата из жизни и описания святителя Игнатия. Измученный болезнями и телесными недугами, святитель не переставал ни на один день принимать откровения своих братьев. У учеников его было даже обыкновение вести дневниковую запись, и они открывали свои помыслы чистосердечно, с прямотую, потому что отец был способен принимать таковую испись бесстрастно. В сохранившейся переписке с одной инокиней святитель настойчиво рекомендует не страшиться открывать свое сердце старицы, нисколько не смущаясь действующими в тебе бранями, сопряженными с тягостью, омрачением и унынем. Понуждая себя к простоте и откровенности перед старицей. Твое спасение единственное от твоей откровенности перед старицей. Помысл он призывал открывать каждый день. В одной из редакций положения о монастырях причины невозможности окормления игуменов называлась его чрезвычайная игумена на перегруженность хозяйственными и административными послушаниями. Удивительно, но в том же варианте редакции положения игумену предлагалось участвовать в общих послушаниях с братьями на полях, скотном дворе, лесозаготовках и других. Из жизни святителя Игнатия неизвестно о его участии в общих послушаниях с братьями, что не умалило значение его подвига и духовного авторитета и множество иных важных послушаний и поспечений, требовавших от него значительного времени, порой длительного отсутствия в обители. Это были обязанности настоятеля, благочинного монастырей, следователя священного синода, духовника, множество светских лиц, корреспондентов, художников, композиторов, писателей. Но это не стало препятствием для его непосредственного руководства духовной жизнью собственного братства. В то же время святитель Игнатий духовно трезво оценивал возможности настоятелей, перегруженных попечениями обустроения, особенно разоренных или находившихся в каких-то сложных обстоятельствах обителей. В одном из писем игумену Валаамского монастыря Дамаскину он указывает необходимость приходить к богослужениям хотя бы по воскресным дням, двунадесятым праздникам и высоко торжественным дням, а по возможности в эти дни бывать и за общей братской трапезой. Пример жизни святого святителя в сергию пустыня является образ евангельской любви, которая складывалась между игуменом монастыря и братьями. Для святителя Игнатия строительство и устроение монастыря неотъемлемая часть духовной жизни. Современный дуализм сознания в разделении послушаний и служения на административные и духовные является следственным секуляризации современного мышления. С молитвой и предстоянием пред Богом святитель приступал к любому возложенному на него послушанию, будь то принятие откровения помостов, строительство храмов или тяжбы с крестьянами за землю, поскольку он ревностно отстаивал права, которые были даны и земельные угодья, которые были закреплены за обителью, но были незаконно захвачены крестьянами, проживавшими рядом с монастырем. И святитель Игнатий со спокойной совестью занимался защитой прав обители. На недавнем собрании игуменов и игуменей в Русской Прославной Церкви святейший патриарх Кирилл сделал особый акцент на духовной составляющей в общении братьев с игуменом. Я не буду приводить к сердцам монашествующих. Конец цитаты. В своем докладе святейший также подчеркнул важность духовного авторитета игумена среди братьев. Служение настоятеля тяжелый крест и не каждому под силу. В одном из писем святитель Игнатий пишет «Мне с братьями пришлось не только слезы, но и кровь пролить. Что уж делать, такова судьба настоятелей, что без скорби сделаешь, что непрочно бывает». В то же время глубоко мудрое наставление в адрес нашей матушки игумни Феофани основательницы монастыря дал святитель в одном из писем «На ближних сильнее действует молитва о них, нежели слово к ним. Мы настоятели не более как орудие промысла Божия. Мы сами по себе ничего не значим и без особенной помощи Божией не можем окормлять не только ближних, но и самих себя». Так коротко «Служение настоятелю». Духовное окормление духовник монастыря. Идеалом общежительного монастыря является духовное окормление монастырского братства игуменом. Этому руководствовал сам святитель Игнатий в своей обители. Однако и во времена святителя Игнатия этой практике не препятствовало иногда и наличию должности братского духовника. Вместе с тем из опыта благочинного монастырей святитель знал об опасностях разделения при отсутствии единомыслия духовников с игуменом монастыря. В рапорте о смотах на Валааме святитель обращает особое внимание на происскорбленный факт наличия разномысленных духовников, сложившихся в связи с этим партией, где игумен подчас подотчетен братью. Вот что он пишет. «Старцы должны быть помощником настоятелю, а не составлять каждой отдельной партии, члены которые уже не хотят знать настоятеля и больше судей его, нежели подчиненные. Духовники должны быть в духовном союзе с настоятелем и полном у него повиновении. Тогда точно они будут иметь некоторое подобие семидесяти старцев помощников Моисея в руководстве Израиля к земле обетованной». Ну, отвлекусь, я благодаря Алексею Ильичу совершенно по-новому для себя стала открывать творение святителя Игнатия и может быть то, что там читалось до монастыря или там 20 лет назад. Как-то сейчас уже по-другому воспринимаешь какие-то реалии. Конечно, 19 века это не реалии сегодняшнего дня. Например, я читаю письмо святителя Игнатия, он пишет «Скорее пришлите мою кружку». Я все думала, что же, какой кружкой святитель Игнатий так дорожил, может быть, какая-то семейная кружка или еще что-то. Кружка – это кружки, которые сдавали монахам за их послушание, вот кружечный сбор. Наполовину особенно жительные монастыри, но и в них святитель Игнатий говорит «Не спешите из них убегать, в них спасаются поколения монахов». Или, например, он пишет «Отсюда Маскину тому же». «Прекрасно, что у вас есть духовный собор и духовные старцы, но не рекомендую в них включать молодых эресофорных послушников». Вот такие реалии были 19 века. Я думаю, что матушка Игумения Юлианей, как заместитель председателя синодального отдела, скажет, что даже в наше время таких монастырей не встречается, где эресофорные послушники, члены духовных соборов. Во времена святителя Игнатия и такое было. Причем старцами избирали для окормления других эресофорных послушников молодых. Вот такие тоже были явления. Что бы еще хотелось сказать. Заканчиваю, собственно говоря, последний такой вопрос, чтобы на самом деле тема такая пространная, обширная. Остановлюсь на одном из вопросов, который, прежде всего, может быть к преосвященным архиереям обращен. Проект положения рассматривает возможность служения в монастыре при необходимости, в частности, при большом числе паломников, других клириков епархии, не являющихся членами братства по благословению епархиального архиерея. Святитель Игнатий сравнил монахов с хрупкими оранжерейными цветами, которые могут легко пострадать от любых негативных воздействий. Именно поэтому хочется обратить особое внимание на недопустимость направления в монастырь лиц, страдающих с тяжкими, душевными недугами, будь они в сане или послушники или миряне. Они не только не способны исправиться сами в монастырских условиях, но и, скорее всего, принесут вред братству. Данную проблему неоднократно поднимает святитель Игнатий в своих письмах и рапортах. Вот как он пишет, благосостояние монастыря еще более требует удаления изоново-подначальных, которые и сами проходят в состоянии отчаяния и подают резкий пример безнравственности братьям. Как попечения, имеющие цель милосердия, они похвальны, но могут быть вредными для инокоуединенного. Так и пример порока и беседы зла и несравненной речи действует на монаха, нежели на человека светского. В заключение позвольте отметить, что труды святителя Игнатия действительно необъятны по тем сторонам, которые он освещает как в своем эпистолярном наследии, так и в своих творениях. Сегодня монаши, как никогда, нуждаются в глубоком изучении наследия великого отца русской церкви. При всей своей необъятности по учению великого святого не заслоняют евангельский образ Спасителя, Господа Иисуса Христа, напротив, раскрывают его в полноте и красоте. Ведь исполнение его воли полагается и в основу жизни монаха. Лишь одному ему стоит уподобляться, ему одному служить. В этом единогласно предстоятель нашей церкви, архипастри, пастри, игумены, игумни-мастерей, боголюбивые миряне, черпающие в трудах святителя Игнатия вдохновение к созиданию монашеской жизни по свято-отеческим заветам. Благодарю за внимание. Особенно приятно было послушать ваш доклад по той причине, что с полным правом мы можем говорить о святителе Игнатии не только как о епископе Кавказском и Черноморском, но и как о том человеке, который является именно святителем Санкт-Петербургским. Здесь он пробыл 23 года с лишним, нигде столько лет он не был и не столь и не окормлял где-либо свою паству, как именно в Санкт-Петербурге. И поэтому особенно это приятно и спасибо вам, Матушка, за то, что вы представили его именно в таком качестве. Я всё время забываю, извините меня, я же объявил с самого начала, пожалуйста, какие вопросы у кого есть, да, можете задавать. Вот, но, правда, я и не видел таких попыток, потому что попытки как должны быть? Во-первых, изо всей мочи поднимать руку, во-вторых, стучать ногами. Ну, если это не помогает, то кричать тогда изо всей мочи. Вот так. Что вы бы хотели, да, ну, пожалуйста, Катки, вы к кому хотите. Извините, Алексей Ильич, вот хотел спросить, что такое рисофорный послушник? Вот, вы говорили, вот, я просто неофит. Да, 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 всё понял. Я ещё рясы не имею, поэтому не могу ответить. Значит, рисофорный послушник, это послушник, вступивший в монастырь, готовящийся к принятию, к тому, чтобы дать монашеские обеты, но ещё не давший таковые обеты, но получивший благословение на ношение рясы, ну, или к милавке. Спасибо. Хорошо, спасибо. Сейчас имеет слово отец Андрей Качёв, протерей, клирик Московской епархии, который обозначит и тему своего выступления. Вчера была встреча, конференция была вчера в Срединском монастыре, посвящённая личности владыки Иоанна Максимовича, шанхайского, Сан-Франциского. Вот, и там мы беседовали о нём. Я сказал то, что я думаю о нём, как я чувствую его величие, святость, его подвиг. Потом мы там с одним батюшкой разговаривали об этом, он говорит, что вы православный клоун. Ну, в принципе, клоуны тоже спасаются, я даже не спорю, может быть, да, но я себя опять сейчас чувствую как бы в необходимость как бы такого вот развеселить вас, что ли, потому что потому что вот мы сейчас выйдем все на улицу, вы посмотрите, какая огромная масса людей потоком движется вообще по этим по всем этим магистралям, автострадам, в автобусах, в машинах. Какие миллионы людей вообще живут вот здесь, здесь, с нами рядом. Как нас мало в этом море, какая мы капля, как мы быстро растворяемся в этом море вот того всего, что за храмом. И когда я слышу какие-то умные вещи, у меня сразу возникает вопрос такой, слушайте, если вы такой умный, почему это всем не расскажете? Давайте подумаем, как бы вот ваши умные вещи рассказать бы всем вообще. Потому что действительно много разных умных вещей как бы мы рассказываем, как бы сами себе, как бы мы их знаем. Мы сами себе из года в год какие-то вещи рассказываем, как бы, слушайте, а может быть нам как-то вот хоть иногда там проснутся ночью, там стревожатся в холодном поту, заботятся вопросом а эти, они что, они вообще что? Они что, прокляты что ли? Или они что, обречены пропадать и погибать без веры и молитвы? Ну как веровать в того, про кого не слышали? И как слышать про того, про кого не говорят? И вот любые наши конференции как бы я может быть ну опять-таки страдательная позиция, то есть можно ругаться со мной за эти слова, но любая конференция, которых много у нас и они хорошие все, рождает все-таки вместе с радостью какое-то такое чувство боли. Слушайте, а как бы это все принести вот туда, вот этим всем им, которые наши все? У нас же количество крещеных, может составлять, например, там 80% населения, а количество крещающихся полтора процента. Ну допустим, я сейчас не отвечаю за цифры, но разрыв сумасшедший, там какие-то там в 15, 20, 30, 40 раз разрыв. Нам что это? До лампочки что ли? Ну что ли? Вот Владыка Игнатий, он привел в церковь многих людей вообще, он как бы ему, Господь дал такой дар Кассандры такой, значит, предупреждать о беде, которая неминуемо сбудется, но предупреждать так, что тебе не поверят. Он не один такой. Это Еремия такой святой. Он ходил там и проповедовал там этим евреям по Иерусалиму, как бы, его то в Тевтинный ров, там, то еще куда-нибудь запахнут. Вот, никто не слушал. Мы только сейчас понимаем то, что эти люди говорили. Притом, жили не в своей эпохе. То есть, мы не можем сейчас скопировать, например, какие-то черты эпохальной жизни, там, вот той эпохи. Нужно одновременно держать в голове три эпохи, например. Владыка Игнатий сердцем жил в пятом веке, например, пятый, шестой, четвертый век. Палестина, Фиваида, там, Иордания. Телесно жил в России девятнадцатого века. А мы сейчас, в двадцать первом веке, когда про него говорим, мы должны держать в голове два, два эпохи вообще, кроме нашей сегодняшней, вот той сумасшедшей, в которой мы живем. Еще две. Россию девятнадцатого века, Россию, которую мы потеряли, Россия, которая сама себя разрушила отчасти, Россия, которая, вот, о которой нужно думать в эти годы, потому что сто лет исполняется самым главным трагическим событием. Писателем духовным и делателем плача, делателем покаяния, таким удивительным человеком, который вообще, он в русский язык ввел вещи, которых не было, мне кажется, вообще. Действительно, там, все знали, что молиться надо, конечно, мы молимся, а вот что нужно, плач иметь и делать плач. Будемте плакать, братья, там, то это, этого никто таких слов, я не знаю, это было новое слово, вот, и он же говорил, он же жил, это же городской житель, дворянин, он же говорил, твои Господи, твои Пимены, твои Макарии, твои Пахомии, вот, они взяли мое сердце, они меня взяли на руки, как мама, потому что все остальные были умные, сильные, там, образованные, организованные, с книжками, с деньгами, там, со всем чем хочешь, но вот эти Пимены, твои Господи, эти твои Макарии, вот, они меня взяли, и он был вообще чужак, он был чистый чужак, как, как мы вчера про Яна Максимовича говорили, да его же сгнобили наши, его же обвинили, потому что он сумасшедший, отстранили от епархии, наши, не враги, не масоны, не американские пресвятыриане, там, или епископалы, там, или баптисты, наши, и мы как бы сегодня хвалим его, мы должны понимать трагедию человека, живущего тогда, и он все, что сделал тогда, он сделал для нас, потому что все монашествующие, все те, кто монашествует сегодня в нашей святой церкви, которые любят молитву, и которые хотят монашествовать, не просто в черном ходить, вот, и там пользусь какими-то привилегиями, там, не знаю, люди по-разному постригаются, да не будет нам это как бы упрек, да не будет это и откровением, потому что кто-то стрижется из карьерных соображений, там, кто-то еще для чего-то стрижется, те, что стригутся, чтобы умирать за Господа каждый день в келье своей, ну, их, может быть, не сто процентов, по крайней мере, чем от всех постриженных, они все, как правило, имели сладким собеседником этого епископа из 19 века, он писателем стал, до того, стал епископом, вот я на этом хотел бы, так сказать, сделать некий акцент, потому что делателем плача, человеком, который духом читает Библию, когда, например, читает человек, например, у нас же Библию мало кто читает, а он, допустим, там читает, там плач Еремеи, и он о душе своей размышляет, вот разрушили город душевный мой, враги вторглись, как бы нет живого места на мне, там читает, он все это, он вообще-то к Писанию возвращает нас, только к пониманию Писания, глазами кающегося и просвещенного духом человека. Он стал таким человеком до епископства, то есть, в принципе, если бы он архимандритом остался, он бы состоялся, как духовный писатель, делатель плача и проповедник этих вещей, которые никому не были понятны. У него собеседников не так уж много было, если брать общую массу духовных людей, например, насколько великий человек был Филарет Дроздов, ему можно ноги мыть и воду пить, но они не во всем понимали друг друга, потому что Филарет в чем-то был другой, это вот очень интересная тема, когда святые ссорятся или когда святые не понимают друг друга, он святой и он святой, а вот они как-то вот, как-то по-разному смотрят. Почему мы это объезжаем? Ну, может быть, правильно, что объезжаем, пожалуй, правильно, но иногда можно об этом поговорить. Игнатий был оптинский, но Оптину он покинул, и они про него говорили, как у Борчонка, а он про него говорил, что внешние делатели. То есть те святые, тот святой, но они вот с другим, с другим, у него другое послушание. Я хотел бы обратить наше вообще, с вашим вниманием, на следующую вещь. У нас некий эталон отношения к епископству. Раз уже владыку Игнатия из архимандритов сделали епископом, и он пошел на эту кавказскую кафедру, которая не была для него легкой. Вообще он, когда человек хочет в пустыню, а его толкают на юр, на люди, конечно, он мучился, конечно, был ему крест. Епископство вообще крест, тяжелейший, сумасшедший, но тут в этом случае он еще тяжелее становится. У нас есть три нормативных человека в истории церкви, по которым мы как бы оцениваем великих учителей и святителей. Это Иоанн Базлатоуст, Василий Великий, Григорий Богослов. Они все у нас празднуются вместе, потому что они слишком разные. Они были настолько разные, что в Константинополе люди дрались из-за них. Одни говорили, лучше всех Иоанн. Говорит, куда Иоанн? Лучше всех Григорий. Говорит, какой Григорий? Закройте рот и ты, и ты. Лучше всех там Василий. И они бум-бум прям дрались за это. И нужно было им трем из рая явиться, чтобы сказать, что да мы одинаковые у Бога, перестаньте ссориться. Они совершенно разные, кроме того, что они христиане, епископы, любят Господа, молятся Богу и Слово Божие проповедуют. Смотрите, Иоанн это трибун. Это человек, который может, например, в наших сегодняшних условиях, например, выйти на улицу, например, и повезти за собой всех. Миллион людей. Куда хочешь повезти? Он бы их зажег, они бы пошли. Говорит, давайте кормить нищих. Давайте. Говорит, давайте там что-нибудь еще делать. Давайте. Он бы смог. Игнатий такой, не такой. Такие епископы нужны, но их не бывает много. Василий Великий, это человек, который везде оставлял за собой организацию. То есть он умел организовывать монастыри, он умел учеников создавать, он умел вообще, у него было прекрасное системное мышление, это был дар. хотя он любил тоже пустыню, но он жил внутри мира, и он создавал структуры. Игнатий такой? Нет, не такой. Он больше всего похож на Григория Богослова, который не любил за собой водить толпу, который не создавал никаких систем, который не искал учеников, не создавал школу, который любил молиться, плакать, и вообще хотел побыстрее уйти отсюда, туда, где моя троица. То есть Игнатий очень похож на этого святителя, но по призванию он был большой, так сказать, учитель, и вот сегодня, в день памяти его, я бы хотел сказать несколько слов в похвалу учительству, не Игнатию в похвалу, Игнатия уже Бог похвалил, как бы от наших похвал, там ему ни холодно, ни жарко, нужна ему моя похвала, слушайте, Игнатию, или ваша. Какая разница, что мы с вами сейчас возьмем и скажем, Игнатий хороший. Это и так всем известно. Есть очень важная вещь. Когда-то еще до пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа еврейские мудрецы собрались и спросили друг друга, а они вообще хитрые люди, они любят собираться и спрашивать друг друга про всякие сложные вещи. Вот у нас такого нету. Мы когда собираемся вместе, мы хвалим друг друга. а они когда собираются, они спрашивают сложные вещи, потому что когда сложная вещь произнесена, кто-нибудь мудрый найдется и ответит на нее, и мы что-то поймем. И они спросили однажды, когда собрались, слушайте, а что лучше, делать добрые дела или учить делать добрые дела? Ну и как бы нам с вами казалось бы, это вообще коню понятный вопрос, можно я отвечу? Если в школе спросить, конечно лучше делать, чем учить. Что такое учить? Языком ворочат, это же не мешки грузить. Конечно лучше делать. Делать то, делать то, ага, учить там всякий может. Делать то? Они так сказали, да, да, Нет, вы знаете, нет. Думали, 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 нет, лучше учить. Почему? Потому что, если не будут учить, никто не будет делать. Действительно, добродетели это такая вещь, которую никто не будет делать, если ему об этом не скажут. В естестве ее нет. У Игнатия одно из таких красных таких ниток в его творениях речи о падшем естестве. Любовь падшего естества, добродетели падшего естества. Это то, о чем Гоголь говорил, что не страшно, что в мире много зла. Страшно, но не так страшно. Страшно другое, что в добре добра мало. Что наше добро, оно пропитано недобром, потому что наше естество падшее, оно, когда добродетели пытается творить, оно их портит. И вот у него про падшее естество постоянно говорится это. Так вот, все, что есть в человечестве, уход за стариками, милосердие, культура общения, умение простить, забыть, помочь, собрать деньги там человеку на операцию, там, значит, напрячься как бы так все вместе там и отремонтировать хату в селе, там, бабки старые, у которых нет ни детей, ни внуков. Любой подвиг для того, чтобы он сделался, нужно о нем сказать. Поэтому эти мудрые евреи, ждавшие пришествия Мессии, сказали, что, конечно, делать добрые дела хорошо, но учить о добрых делах еще лучше, потому что, если не будут учить, никто ничего доброго делать не будет. Наш народ на себе это испытал. Стихийное добро, как бы, добро само собой разумеющееся, оно долго не живет. И оно не сохраняется, оно исчезает очень быстро. Стихийное, импульсивное, такое, вот мне нравится, я сделаю, не нравится, не сделаю. Нет, доброделание требует волевых усилий, требует некой задачи и нужно знать, как, что, чего. Вот я бы хотел подчеркнуть в нем именно учителя. То, что он аскет, то, что он великий делатель плача, он же слезливый человек, понимаете, умным же, трудно живется, святым еще тяжелее живется, он же плакал всю жизнь. Мы даже не знаем, мы сейчас не разбираем, мы не называем, между прочим, имена тех людей, которые строили ему козни, которые строили ему всякие подвохи, которые кляузы и клязы писали о нем. Кстати говоря, почему мы этого не делаем? Может быть, мы как бы редуцируем историю немножко, может быть, мы подкрашиваем ее под себя. Нам кажется, что у нас вообще вся история была как-то святая, святейшая, потом Бог пришли, большевики, все разрушилось. Но ведь нет, ведь нет же, ведь это же ложь на истину. Ну ладно, мы не называем там людей, которые там копали под него, не любили его, терпеть его не могли, ненавидели его, строили ему козни всякие. Ну ладно, они пошли тоже к Богу на суд, как бы не нам на них ругаться. Значит, но он же страдалец был, он же был делатель плача, это был плачевный епископ, это был Еремия, это был русский Еремия. То есть он говорит, здание церкви разрушится, быстро и непоправимо, и никто ничего не сделает, потому что все уже сгнило, сгнило, все сгнило, и скоро все треснет и рухнет, и вы ничего не сделаете, спасающийся да спасет свою душу. Хочется у святых услышать что-нибудь великое, то, что тебя греет. А может быть, у святого написано что-нибудь такое, что мне нравится? Может быть, а ну-ка поищем, нашли. О, да, мне нравится такое. Вдруг читаешь у святого что-нибудь такое кошмарное, такое, боже, неужели ты ко мне относишься? Я как-то не очень хочу это читать. А вот они такие. Они вот такие. То есть он по настроению, по духу, он Григорий Богослов, ну, по крайней мере, более похож. Он никакой не Анзлатоуст, потому что он и говорил-то не так много, он писал больше. Как бы нам посылал письмо в бутылки, закидывал нам эти письмена на будущее. И он именно такой вот врачеватель человека в части, внешне оно же увлекает человека, и хочется внутреннее забыть, хочется внешне забыть. Как говорил Лев Толстой, не очень, конечно, здесь, так сказать, для упоминания человек удачный, но тем не менее, он тоже неплохие вещи говорил иногда. Он говорил, что человек может заниматься чем хочешь, лишь бы не заниматься самым главным. И действительно, можно строить империю, строить броненосцы, воевать там на Валканах, а вот потерять в душе вот что-то, то, о чем говорил святой Игнатий, и потом бах, и все, и оно без исцеления. Без исцеления. Поэтому, дорогие братья и сестры, мне кажется, что мы должны, ничего мы не должны, в принципе, вы ничего не должны, я просто скажу то, что я думаю. У нас есть иллюзия, что люди все знают. И что, когда ты, например, говоришь что-нибудь людям, вот дар учительства, что это такое? Это когда ты объясняешь элементарные вещи, но так объясняешь, что забыть их невозможно. И нам кажется, люди так все знают. А я вам говорю, что люди не знают ничего. Если мы, например, захотим объяснить им Отче наш, то мы откроем перед ними целую вселенную, потому что они не знают смысла молитвы Отче наш. Если мы начнем говорить им о смысле разных заповедей, там, об истории Священного Писания, то мы откроем перед ними вселенную, потому что они не знают ничего. Эти люди там, живущие за стенами этого прекрасного храма, они ничего не знают. Вы сейчас будете домой идти, в троллейбусе, в метро, вы посмотрите на них и подумайте, что они знают вообще? А кто им рассказал? Они не спрашивали. Ну, не спрашивали мы, не говорим. А если бы спросили, а мы можем сказать, если спросят? Да, я согласен. Правильно, не спрашивают, молчи. Нагло, наглое занятие, говори, когда тебя не просят. А вдруг спросят, а я не знаю. Как часто мы не можем веру свою защитить, когда спрашивают нас, а мы раз, а знаний-то и нету, оказывается. Со своими мы можем поговорить. Чужой пришел, и мы уже ничего не знаем. Откуда это все? И вот это тревога, понимаете, тревога. Он же прожил всю жизнь в тревоге. Мы смотрим на него, между нами и им кровь. Океан крови. То есть он жил до крови, мы же им после крови. Ни у него крови не было, ни у нас крови нет. Пока нас не убивают, его тоже не убивали. Но между им и нами океан крови. Это же не просто так все. Мы смотрим на него, говорим, спасибо тебе. Ты говорил о самом главном. Нужно людей учить. Учить их. Если ты разгордился, научить его смириться. Если ты сильно уныл, приподнять тебя. Говорит, подожди, ты же Богом создан. Не забыл же тебя Отец. За тебя Христос умер. Ты подбородочек-то подними. Чего ты унываешь-то? Ты же человек. У тебя красивое имя. Ты крещением омыт. То есть учить нужно каждого старика, старушку, маленького мальчика, маленькую девочку, семейных людей, бессемейных, детных, бездетных, богатых, бедных, коллег, здоровых. Учить нужно. Это целый, огромный труд. Ведь к стыду нашему, таких как Игнатий, в 19 веке больше не было. А что образованных больше не было? Были. А что не было больше дворян, которые заканчивали разные там, скажем, там училища инженерные, артиллерийские, там такие сяки, которые могли бы потом, вроде бы, пойти. Но что-то их много не пошло. Ведь это наша слава и это наша скудость. Ведь мы бы хотели, чтобы их было больше. Ведь наши образованные люди не ходили в церковь несколько столетий. В Оптиной пустыне монахи оптинские, которых Игнатий немножко называл внешними делателями, сумели слепить, так, чтобы было интересно в церкви и богатому, и бедному, и образованному, и необразованному. В общем, возлюбленные о Господе. Святой Игнатий, как и любой святой человек, не нуждается в наших похвалах, нуждается в нашей помощи. Мне хочется, чтобы все, что мы делаем, было конкретным. Чтобы я не рассказывал ничего кому-то для того, чтобы он мне рассказал то же самое. Мне хочется, чтобы... У нас нет деления на монахов и мирян. Мы все христиане. Кстати, он тоже об этом писал. Что западе всем даны. И... Всё. Можно что-то? Молодец. Спасибо за такие хорошие слова, которые вы привели, что не столь страшно даже злом, сколь страшно добро, в котором нет добра. И это действительно. Это зло, потому что оно и ощущается злом. И каждый человек будет от него уберегаться. А вот когда когда предлагается, кажется, добро, а в нём нет добра, это действительно самое страшное. Это очень хорошая мысль. Мне очень понравилось. И спасибо вам за то, что вы характеризовали свидетель Игнатия, как своего рода Иеремию до того времени, ну, и, может быть, и нашего времени. Действительно, как был плач Иеремии. Так, кстати, у свидетелей Игнатия есть же замечательная статья «Плач мой». Верно. Аналогия проведена очень-очень удачная. Спасибо. Спасибо вам большое. Ну, что же ещё у нас? Какие-то, может быть, были сейчас вопросы к отцу, может быть, Андрею или к тем докладчикам, которых вы видите сейчас перед собой. то, пожалуйста, пока не поздно, пока ещё я могу дать такое позволение. Вы хотите? Против кого вы хотите выступить? Не против? А, ну ладно, я уже был против, испугался. Досточтимые владыки, дорогой Алексей Ильич, дорогая матушка, дорогой отец Андрей, спасибо вам огромное за такую дивную конференцию. Ведь нечасто бывает такое. Но вот я хотела задать вопрос, потому что, знаете, раньше людям, которые что-то стараются делать, не только борются со своими личными грехами, но что-то там стараются противодействовать злу, приводили в пример всегда слова Серафима Саровского «Спасись сам» и так далее, и вокруг тебя. Ну вот, а в последнее время я обратила внимание, что в таких же, в аналогичных ситуациях приводят слова Игнатия Брянчанинова о том, что не пытайся, не чтись своей немощной рукой, остановить зло. Вот, и мне-то кажется, что всё-таки можно и со своими грехами как-то стараться справиться и всё-таки злу противодействовать. Вот, например, сейчас разрушают семьи, причиняя огромное горе и взрослым, и детям. Вот эта ювенальная юстиция, это современная форма фашизма, фактически. И что мы будем тихонечко где-то в углу бороться со своими грехами, вот, и утешать себя тем, что Игнатий Брянчанинов сделал такое высказывание, вот, и этим оправдывать своё равнодушие, мне кажется, что это невозможно. Но я хотела бы от таких авторитетных людей, как вы, кто-то из вас, кто захочет ответить, я хотела бы услышать ответ. Спасибо большое. Если воспринимать ваши овации как согласие с тем, чтобы кто-то из деприсутствующих ответил на этот вопрос, то что же, пожалуйста, у нас есть кому ответить. Владыка Митрополит, вы сейчас сидите на главном месте, вам придётся и отвечать. Я передаю слово вам, Алексей Ильич. Что? Отвечаете? А я-то при чём? Вы сегодня без доклада? Почему это? У меня ещё доклад, ещё и на целый час предложу доклад, или на два даже. Да, ну что, может быть, скажете несколько слов? Действительно. Вопрос такой, который довольно часто встречается. И действительно, как будто противоречие. Между с одной стороны, шедши научите все, все языки. И с другой стороны, не стремись своей бренной рукой, немощной рукой остановить тот поток, который несётся всюду. Ну, я хотел бы... Сначала вы, Владыка, а потом Владыка Максимилиан тоже добавит. Да, мы вот так будем по чуть-чуть говорить. Высказывание это у святителя Игнатия сказано конкретно об Антихристе. Не дерзай своей немощной рукой останавливать пришествие Антихриста. То есть, но это же не значит, что мы вообще должны опустить руки и не бороться с тем злом, которое окружает нас, которое идёт к нам. То есть, мы очищаем максимум своё сердце, очищаем его от того зла, которое приходит в это сердце, но и вокруг мы также боремся с теми же нашими врагами. То есть, это некое пытаются святителю Игнатию и некое толстовство привить, не противиться злу. На самом деле совершенно всё по-другому. Что у нас нет врагов, да, есть такие даже священнослужители, которые говорят, у нас нет врагов, да, ну, конечно же, есть враги. У нас есть враги, это первые враги, это бесы, да, то есть, есть враги божии, как святитель Филарет Митрополит Московский говорил, враги Отечества, вот, есть, да, враги Божии, есть личные враги, о них Господь в Евангелии говорит, и враги человеку домашний его, то есть, могут быть врагами наши домашние, за этих врагов, понятно, как мы с ними боремся, и мы и молимся за них, да, и, а если враги Отечества, то, значит, люби врагов своих, действительно, ненавидь врагов Христовых, внушайся, да, ими, и сокрушай врагов Отечества, вот так святитель Филарет именно вот эти слова и трактует, поэтому вот это вот передергивание, вот, нужно всегда открывать толкование на Евангелие и смотреть, читать, и тогда действительно ничего не будет такого неправильного, вот святитель Игнатий еще, он пишет о том, что прежде даже, чем читать Евангелие, нужно почитать отцов Церкви, то есть, вначале отцы, потом тогда совершенно по-другому ты будешь и воспринимать Евангелие, и читать Евангелие с толкованием он рекомендует святителя Феофилакта Болгарского, вот, а если от себя мы будем брать что-то, вырывать из контекста или евангельского, или святоотеческого и толковать от ветра головы своя, то это будет уже не проповедь православного человека, христианина, или даже священнослужителя, или даже епископа, вот, это будет уже такое, некая проповедь протестанта, что у нас и было в 80-е годы, когда я учился, вот, батюшки говорили проповеди без подтверждения отцов церкви, то есть, вот, как вот по Буддею Алексей Ильич говорил, вот, примерно то же самое, а что мы можем от себя сказать? Действительно, так ты возьми и процитируй, не стесняйся, вот, отцов церкви, ну, что процитировать, нужно читать, затрачивать время, просто выйти нам вон, открыть рот и что-нибудь так от ветра головы своей понаговорить, наговорив такое, миряне воспринимают, слышат, часто еще гипертрофировано все это передается друг другу и вот доходит и до нас с вами. Благодарю. Спасибо, Владыка, спасибо, Владыка, Максимилиан, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо, Алексей Ильич, за возможность сказать все Я очень добрый, пожалуйста, да. Спасибо. Я думаю, что надо, во-первых, посмотреть, кому были адресованы эти слова, святителя Игнатия Бринчанинова, всем ли или конкретной личности и в каком случае. Но, кроме этих слов, он еще говорил, спасает, да спасет свою душу. И в Акафисе святителю Николаю, архиеписку, Мерликийскому, есть такие слова о том, что прежде, чем выходить на общественное служение, он очистил себя, очистил свою душу. Он был готов выйти на это служение. А Пахомий Великий говорил про молодых учеников, что они еще не должны выходить на служение общественное, потому что это еще слабые нежные растения. А когда они укрепятся, значит, тогда они уже могут выходить на общественное служение. Поэтому каждому духовному возрасту свой подвиг и свое дело. А мы знаем, что уже люди высокого духовного уровня выходили и предпринимали такие, я бы сказал, очень решительные шаги. Достаточно вспомнить того же Ивана Грозного, который потопил в крови Новгород, да, Алексей Ильич? Да, Новгород. Новгород потопил и пришел в Псков, чтобы тоже его потопить. И там Христа Радио Юродевой в Новгороде спас, то есть в Пскове спас город тем, что он, во-первых, Грозно обратился к нему, сказав, что если он не уйдет отсюда, то он сдохнет так же, как сдохла его любимая лошадь. И прибежал про своего слуга и сказал, что любимая лошадь пала. И Иван Грозный не дерзнул что-либо сделать, какого зла Пскову. Поэтому здесь, я думаю, каждому своя мера. Спасибо, Владыка. Спасибо, да. Если подытожить то, что сказали наши владыки, очень хорошо, кстати, то можно попытаться сделать такой вывод. Некоторые думают, что можно изменить ход развития нашей, если хотите, цивилизации. Именно цивилизация, если взять это в целом, в которой, в этой цивилизации, конечно, и определенный ход развития и жизни христианства, жизни церкви. Так вот, святитель Игнатий был уверен, уверен, что само направление развития цивилизации и даже входящие в нее жизни церковные все-таки идет к упадку. Это общее направление. И он подтверждал эти теми словами самого Христа Спасителя, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле и многими другими высказываниями святых отцов и тем же апокалипсисом, если хотите. Да, он говорил, остановить этот процесс – это невозможно. Идет просто, видимо, вырождение человечества в плане не только даже духовном, но в плане даже душевных и телесных сил. Идет это совершенно очевидное вырождение. Так вот, он говорит, что здесь изменить что-нибудь абсолютно невозможно. Однако, указывая на то, как апостолы вышли на проповедь, как овцы среди волков и как обратив в христианство множество людей и даже народа, так и мы каждый на своем месте должны делать все возможное для того, чтобы прежде всего... И вот тут очень важна его мысль. Прежде всего. Он обращает внимание, чем характеризуется мирской – употреблю такое слово – менталитет. Мы заботимся о плодах, мы заботимся о ветвях и совершенно забываем о корнях. «А ведь не будет корней, не будет ни ветвей, ни листьев, ни плодов». Вот это, пожалуй, самое важное. И именно видя вот это все большее поражение сознания, которое обращает внимание только дай нам вот это – хлеба и зрелища, этих внешних только исключительно плодов. И забывая о корнях, мы делаем глубокую ошибку. И он говорит, не заботьтесь в том смысле, не думайте получить вы эти плоды. Ничего не будет. Не туда нужно направлять свои усилия. Здесь вы не остановите на этом пути ничего и не вздумайте своей рукой останавливать. Нужно обратить все внимание именно на той сердцевине, которая представляет из себя духовную жизнь человека. И здесь и здесь великая истина, которая высказана. Оказывается, даже единичная личность, единичный христианин, который действительно делает правильное дело в своей душе, в своем сердце, даже это единичное, кажется, дело, никому невидимое, никому неслышимое, где-нибудь какой-нибудь, знаете ли, не думайте обязательно, пустынник, потому что в пустыне, например, в Москве пустыня запросто, в любой квартире может быть человек настоящий пустынник, никто его не видит и не слышит. Так вот, это невидимое дело, совершаемое отдельным человеком, внутри своей души, оно уже может оказать колоссальное действительно влияние на духовное состояние окружающего мира. Оно! А вот эта внешняя попытка остановить этот процесс глубоко ошибочно, ничего не даст она сама по себе. Поэтому он и говорит, спасай, приводил Савдаспасёт свою душу прежде всего. Ну, действительно, русский народ это давно понял и даже написал сказку, ну, сказку, помните, так, ну, помните, как выросла в огороде огромная репа? Ну, и попытались вытащить репу. Детка за репку! Никак невозможно! Бабка за детку! Да нет, никак! Да, и помните, так, дошло до чего, да, и жучка, и кошка не могут вытащить репку. И, наконец, мышка за кошку и вытащили репку. Вы знаете, это же потрясающая глубина! Это же потрясающая идея! Кто такой мышка? Какие её силы? Что за глупость придумал кто-то? Да, разве мышка может что-то сделать? Оказывается, мы не придаём совершенно значения тому, что может сделать духовные усилия каждого отдельного человека. Мы бессильны! Мы мышки! Мышки! Вот все наши силы! Но если эта мышка действительно уцепится всё-таки за этот хвостик спасительный, который говорит о том, что каждое доброе духовное деяние доброе не в смысле кому-то что-то, нет, а доброе деяние, то есть внутренняя борьба в душе, это, оказывается, ничтожное по своей видимость, значимости дело может решить всё дело! Всё дело! Вспомните, Авраам разговаривал с ангелами, а если пятьдесят праведников, не погубишь, господин, не погублю, а сорок, а тридцать, а двадцать, помните, ну, типичный восточный диалог, наконец, а если десять праведников, господин, не погубишь ты Содом и Гоморру? Нет, не погублю! И отошёл! Есть некая мера! Это некая мера! Что там? Города, и вдруг десять! Ну, понятно, что это? Мышиная сила! Так вот, и здесь, в данном случае, когда святитель Игнатий говорил, остановить этот общий процесс цивилизационной деградации, который связан со всеми формами, если хотите, культуры и сознания, да, и развития, чепуха, вздор, мы видим, куда идёт история, и остановить это бессмысленно! Но это совсем не касается внутренней духовной жизни человека, и причём не только не касается, а, оказывается, это внутренний подвиг человека, он может оказать огромное воздействие на окружающий мир, потому что все мы связаны, мы не горох в мешке, а организм, и поэтому, когда кто-то действительно хотя бы трудится в себе невидимо в этом отношении, он оказывает громадную пользу всему окружающему обществу. Вот всё время, вы знаете, приходится вспоминать слова нашего замечательного, вы знаете, это я просто не только подвожу итоги, это я и выступаю, вы не подумайте, а то ещё потребуете от меня ещё доклада, никакого доклада не будет. Так вот, вспоминаю слова, слова нашего замечательного мыслителя, славянофила Ивана Васильевича Кириевского, который сказал, сказал, одна внутренняя победа, внутренняя победа, одного даже человека является громадным, он, может быть, другое слово употребляет, неважно, громадной победой для всех, торжеством для всех, одна. А то, вы знаете, мы настолько смиренные, что они... Да что мои слова? Да что мои победы? Да кто я такой? Правда? Да. Ой, какие смиренные! Избави Бог! А оказывается, малейшая даже победа над своей мыслью, над своим желанием, над своей завистью, над своим лицемерием, даже одна эта победа уже является огромной силой. Вот здесь только и познаешь, что слова такие, что добро сильнее зла. Кажется, миллиграмм добра, он тяжелее миллионов сотен зла. Миллионов сотен килограмм зла. Вот какова истина! Вот, оказывается, о чём можем мы говорить и надо об этом говорить. Действительно, вот, обращаясь к нас, или святителю Игнатия, и мы понимаем, что его его именно Писание, его наставление, его учения, которое как раз всё нацелено на внутреннюю жизнь сердца человеческого, на внутреннюю жизнь души, души, всё оно нацелено на это. Человек, здесь, здесь ты можешь оказать колоссальную помощь всему. А чему всему? Не только духовному устроению общества, а зная великий закон, что именно духовное состояние определяет и всю внешнюю жизнь человека и общества. Именно духовное состояние. Если это так, то тогда, конечно, конечно, тогда становится понятным. Да, что значит не думай своей бренной рукой остановить общий поток, но знай, знай, что твое духовное состояние, оно может оказаться спасительным не только для тебя, а окажется и для всех других. Но извините, это просто такая реакция, это мой доклад, а я сейчас всех поздравляю с окончанием конференции, благодарю всех докладчиков, всех от всей души. Помоги нам, Бог, не забывать об этом великом человеке. я говорю о святителе Игнатии, и дай Бог, чтобы он был действительно нашим наставником в нашей жизни. Всех призываю приобрести обязательно творение святителя Игнатия Ренчанину. Ну, а письма, я надеюсь, все вы получили его. Благодарю вас! Спасибо!